Коммунальщики Кузбасса на краю банкротства. Управляющие компании ТСЖ накопили долгов на сотни миллионов рублей. Терпение поставщиков иссякло и они намерены вернуть свои деньги любой ценой. А Дмитрий Сагар уверен, огромный долг не вина коммунальщиков. Возможное решение жилищной проблемы в следующем сюжете. Эта осень может стать последней для многих кемеровских управляющих компаний ТСЖ, потому что в судах рассматриваются многомиллионные иски поставщиков тепла, воды и электроэнергии на предприятии ЖКХ. На прошлой неделе стало известно, что компания Кузбасс Энергосбыт выиграла в суде дело о взыскании из коммунальщиков 84 миллионов рублей. И это только начало. Энергетики утверждают, что коммунальщики задолжали им на 1 октября 498 миллионов рублей. Из них 300 миллионов – просроченные платежи. Откуда же взялись долги, если граждане исправно платили за квартиру? А все очень просто. Это простая арифметика. Пока власти от Кремля до Соколина разбирались, как людям платить, начислять за общедомовые нужды, так называемые ОДН. Вода горячая текла, холодная текла, электричество подавалось. В итоге, грубо говоря, дом потреблял на 100 рублей, а жильцам квитанции выписывались на 98-95 рублей. В итоге образовалась такая разница маленькая, которая обернулась многими-многими миллионами. И сегодня эти деньги взять негде. Но поставщики делают вид, что это их не волнует. Власть надеется, что как-нибудь рассосется, а коммунальщики готовятся к банкротству. Резервов и накоплений в наших ЖКХ нет. Дворники и слесари получают такую мизерную зарплату, что сокращать их бессмысленно. Мы сэкономим какие-нибудь копейки, а через неделю зарастем грязью, а через две недели наверняка одичаем. Так что же делать? Никто не спешит с ответом. Только поставщики-монополисты полны решимости забрать свои деньги любой ценой. Так может быть, если мы объявляли мораторий жильцам, может быть, областные депутаты объявят амнистию по долгам коммунальщикам. В конце концов, ничьей вины здесь нет. Это наша общая беда. А общую беду можно победить только всем миром. Кино для маленьких принцев. В Кемерове прошел фестиваль детских видеоработ. Международное признание и благодарность от города. Обладателей Кубка мира по хоккею с мячом поздравил кемеровский градоначальник. В Кемеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошел третий областной театральный фестиваль. Со всего Кузбасса в течение года присылали видео с детскими творческими номерами. Сегодня в областном центре награждали самых лучших. По словам членов жюри, главное не оценка видеопостановок, а то, как себя проявили ребята. Они не только мастерски выступали, но делали своими руками костюмы и декорации. Специальным призом был удостоен самый юный актер, четырехлетний Ваня Гришненко. Организаторы планируют проводить этот конкурс ежегодно. Основная цель проведения данных мероприятий, это, конечно же, поиск творческого потенциала среди детей, которые, к сожалению, не всегда имеют возможность реализовывать себя в связи с тем, что, ну, может быть, их родители недостаточно времени уделяют им ввиду определенных особенностей. Может быть, в принципе, условий нет в территориях для того, чтобы дети могли реализовываться. И мы даем такую возможность, чтобы каждый ребенок в каждом муниципальном образовании, воспитанники учреждений, наших учреждений могли бы реализоваться. Кемеровчанка Ольга Жукова уже шесть лет живет одной мечтой – посетить с сыном Олимпиаду в Сочи. С того момента, как в 2007-м определилось место проведения предстоящих зимних игр, она начала ежемесячно откладывать деньги на поездку. А этим летом на все сбережения семья Жуковых купила долгожданные билеты. Продолжит Анна Печенегова. Кемеровчане Ольга и Семен Жуковы со спортом были всегда на «ты». Мама по вечерам никогда не смотрит мыльные оперы. Дома на кнопке только спортивные каналы. Шестиклассник сын, свободный от учебы время, всегда выбирает активный отдых. И, конечно, мечта обоих – увидеть воочию Олимпиаду. Но поехать на мировой смотр за границу не позволяют средства. Лучик надежды семья Жуковых обрела 4 июля 2007 года. Тогда на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале самый летний город России официально признали столицей зимних игр 2014. Когда Сочи объявили на английском ломаном языке, все прям, как сейчас этот момент помню, с того момента мы начали собираться. Все, я сказала, мы будем ежемесячно, как бы нам трудно не было откладывать какие-то небольшие хоть деньги. Ну, так вот копили, следили за всеми новостями Олимпиады, связывались. Все, что касалось Олимпиады, нам было интересно. Деньги на поездку в Сочи копили 6 лет. В июле этого года занялись оргвопросами. И тут на помощь пришли сотрудники губернского центра спорта «Кузбасс». Они оформили необходимые документы и купили для семьи Жуковых билеты через интернет. Сейчас счастливая женщина очень благодарна всем помощникам. Ведь она боялась, что попадется на удочку мошенников, распространяющих в сети поддельные билеты на Олимпиаду. Теперь мама и сын знают даже свои места на трибунах. В Сочи они поедут за неделю до закрытия игр. 18 февраля пойдут на хоккей, через пару дней поболеют за лыжников на одной из трасс. А в день закрытия посетят еще и лыжный марафон. За все удовольствие Ольга заплатила 25 тысяч рублей. Деньги немалые, но годы ожидания окупили их сполна. В Сочи семья Жуковых собирается не с пустыми руками. Обязательно возьмем с собой матрешки, прям уже готовимся. Какие небольшие сувениры с нашим, вот город Кемерово, ну что-нибудь такое. Подружки, она у меня швея, попросила, говорю, ты мне шей, типа баннеры. Говорю, я уже примерно продумала, на ткани, говорю, прям прострочим, чтобы он ни от дождя, ни от снега, ни там, ни бумажный никакой. Она сказала, твоя идея, мое воплощение только. Ну а, конечно, небольшие сувениры из Сочи хотим привезти. Даже просто благодарить очень большую группу людей, которые нам помогают во всем. Больше Ольги ждет дальнюю поездку только 12-летний Сема. О спортивных увлечениях мальчика знают все его сверстники. Такую тематическую открытку на день рождения ему приготовили одноклассницы. Но самый дорогой подарок, конечно, сделала мама. Семен уже знает, за кого будет болеть на Олимпиаде. Шипулин, малышка, нравишься сильно. Они так, когда бегут там в биатлон, так хорошо стреляют, бегают очень. Нравишься мне. Я бы хотела даже просто их увидеть вот так, вблизи. Кстати, о маминых подарках. Речь тут не только о билетах на Олимпиаду. Недавно Ольга купила сыну памятную серебряную медаль с изображением одного из символов игр в Сочи. Знакомые говорят, после февральских событий цена на такие вещи вырастет в разы. Но семья Жуковых категорична. Медаль они оставят себе. Как и все, что им удастся увести на память из российской столицы зимней Олимпиады. Анна Печенегова, Станислав Грушевский. Новости моего города. И в продолжении олимпийской темы. 30 ноября в Кемерово прибудет главный символ игр в Сочи 2014. Корреспондент моего города Анна Печенегова узнала все подробности путешествия Олимпийского огня по областной столице и познакомилась с факелоносцами. Не пропустите премьеру программы Кемерово.ру уже сегодня в 21.30 после программы новости. Обладатели юношеского кубка мира по хоккею с мячом лично поздравил глава областной столицы Валерий Ермаков. Игроки и тренеры команды СДС Кемерова получили грамоты и благодарственные письма. По приветствуя чемпионов приехали также депутат Государственной думы Владимир Гридин и президент холдинговой компании Сибирский деловой союз Михаил Федяев. Кстати, к почетным гостям игроки вышли в новой чемпионской форме. Ее специально сшили для торжественных случаев. Пацанов раз в жизни в детском хоккее выиграть кубок мира, но это на памяти, они повешат себя, могут дома повесить, где угодно. Это как бы соминирные майки. У русского хоккея в городе есть будущее. Это главное. Это будущие участники, я говорю, самых высших спортивных высот. А хоккейный Кузбасс готовится к матчу с фаворитом Суперлиги. Ближайшим соперником Кемеровчан станет один из самых сильных клубов страны – Красноярский Енисей. Восточные соседи – принципиальные соперники Кемеровчан. История борьбы двух клубов насчитывает сотни матчей. Очередной этап противостояния пройдет 19 ноября в Кемерове на стадионе «Химик». Телеканал «Мой город» покажет этот матч в прямом эфире. Начало трансляции в 18.30. Генеральный спонсор трансляции – компания «Автоторг». Официальный дилер «Лада» и «Шевроле Нива». «Лада Гранта» – народный автомобиль. «Приора» – страсть движения. «Ларгус» – поехали вместе. Внедорожник «Лада» – легендарный автомобиль, который не может жить без сильных ощущений. «Лада Калина» – яркий характер. «Автоторг» – официальный дилер «Лада» в Кемерове. На этом у нас все. Смотрите новости в прямом эфире каждый будний день в 16.00 и 21 час. Прямо сейчас вас ждет полезная информация. А через несколько минут новый выпуск программы «Кемерово.ру» о том, как у нас пройдет эстафета Олимпийского огня. До встречи на телеканале «Мой город». Удачных вам выходных. В Кемерове наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса». В номинации «Новинка года» победу одержал журнал «Телехит» – единственный региональный телегид в Кузбассе. Получили диплом. Очень рады. Среди конкурсантов, я думаю, среди нашей номинации мы были лучшие. Журнал «Телехит» считает, что лучший товар, по крайней мере, в Кузбассе, это точно. Он эксклюзивен, ничего подобного нет. Мы стараемся его делать качественным в плане оформления, в плане материалов, в плане внешнего вида. Почетным дипломом победителя в номинации «Услуги для населения» награждена группа компаний «Все про все». А журнал «Телехит» теперь будет украшать знак «Кузбасское качество». Субтитры создавал DimaTorzok